добрый день мы продолжаем цикл уроков о еврейском имени на сегодня третий урок урок о влиянии имени на судьбу мы например истор и знаем что имена которыми называли родители своих детей они были связаны либо с прошлым да с какими событиями которые были в прошлом либо то что они надеялись случиться в будущем собственно говоря вот два одинаковых имени которые мы сейчас рассмотрим они имеют один корень они происходят от глагола лишь мо слышать и это два имени шимон и ишмаэль так вот шимон дословно можно перевести как услышал меня бог что уже услышал он шимон услышанный а имя ишмаэль ишмаэль наоборот указывает нам буква ют перед именем указывает на то что это случится в будущем что услышит меня всевышний так вот эти имена они действительно влияют на судьбу видно это например с ишмаэлем ишмаэль с первый сын авраама он вот назван ишмаэль и потом мы видим такую историю когда он уже был изгнан из дома вместе своей матерью агарь и они шли по пустыне уже сам ишмаэль находился при при смерти мать его оставила где-то там в кустах отошла от него и молилась всевышнему молилась всевышнему и на и написано в торе и услышал ашем голос отрока значит что это означает что он услышал молитву не агаре а услышал он молитвы ишмаэля а почему мы можем сказать есть два варианта ответа почему он был услышан во первых потому что ему было хуже он был в состоянии находящимся перед смертью и поэтому его душа уже было как бы не в нашем материальном мире а уже близко к духовному миру и поэтому его голос духовном мире был более слышно но второй вариант на который мы можем предложить это то что его звали ишмаэль то есть его голос был услышан потому что его звали ишмаэль что переводится когда услышит меня бог да услышит меня всевышний поэтому имя такого это имя человека действительно оказало влияние на судьбу ишмаэля так вот а мы знаем что есть как бы можно сказать плохие и хорошие имена позитивные и негативные в про на прошлом уроке мы говорили об имени беньямин что первоначально мать и рахель его назвала бену не сын моей скорби так а мы можем сказать что это бену не как негативно действительно это имя имеет некое негативное значение и пример этому как я уже говорил это судья один из первых судей из израиля это от не эль бен кенас так вот от не эль бен кенас он действительно до по моему до 16 лет он носил другое имя в которой был тот же корень скорбь его мать также подобно рахеле назвала что роды и беременность протекали очень тяжело и поэтому его мать так назвала и ему до 16 лет где-то сопутствовали какие-то неудачи было ему тяжело действительно вот эта скорбь и тяжесть которая лежит за было заложено его первоначальном имени она ему мешала и он изменил имя и стало называться от не эль что можно перевести как до всевышний дал мне знак от не эль до был знак дал мне всевышний так и после этого он действительно стал судьей израиля он правил он занимал этот пост 40 лет и при нем довольно таки успешные события произошли он и он одержал очень много побед на плещ тим народом плещ тим и он организовал очень много школ и религиозных школ в которых изучала стор поэтому мы видим разницу что было имя у него до она имела негативные значения и после этого она появилась принял другое имя она имела позитивное значение а важности вообще позитивного и негативных имен мы узнаем из книги мишлей книги мишлей во первых говорится о плохих именах имя злодея сгниет шем решаем рк так говорит книга мишлей и там же говорится что доброе имя она лучше чем богатство тот кто приобрел доброе имя он приобрел лучше чем богатство сверха сидим есть такая вещь значит пишется что имя влечет доброе или зло и так написано пример приводит она всякий человек названный добрым имени будет успешен возвеличен и это то что написано в книге берешит и да будет наречено имя мое и отцов моих он приводит тут фразу сифер хасидим из благословения якова перед смертью и написано я призвал тебя имеется ввиду всевышний по имени твоему мой ты это говорит о важности позитивного имени есть которые и пишут сифер хасидим есть людям которые называются определенным именем и из-за этого они будут жить и сыновья и будут существовать и жить и родословно их устоит и есть все для них для этих людей то есть все все имя есть для них это означает что нет никаких препятствий на жизненном пути и успех им сопутствует а есть обратная сторона и что есть плохие имена так я уже говорю что имя злодеев сгниет так еще пророк шаяк говорит и оставите имя ваше для проклятия и умертвит тебя ашем так вот что есть имя доброе а есть имя для проклятия и написано еще например также говорит пророка шаяк про бавэль и я восстану на них так говорит ашем целого и уничтожу имя бавэла и остаток его и сына и внука так говорит ашем и похожая фраза есть уже в книге йова который говорит ни сына вне внука у него не будет в народе его и не останется никого в жилищах его исчезнет земли память о нем и не будет имени его нигде то есть такие имена которые собственно говоря как имеют заложенный механизм самоуничтожения они подрывают человека делают его неуспешным и дальше по цепочке влияет на все его потомство но про доброе имя говорится приобретший тот кто приобрел доброе имя он приобрел себя приобрел самого себя это говорится о приобретении вещи то есть имеется ввиду что что как человек который покупает или изготавливает или находит какую-то вещь и она ему переходит во владение и принадлежит она ему и так и это доброе имя как вещь которую он приобретает но в отличие от вещи которая может сломаться потеряться сгореть или еще что-то с ней случится доброе имя она существует вечно и тот кто приобрел его тот кто имеет доброе имя приобрел самого себя это дополнительная ступень как говорит арезали и говорит морали спраги и что это за ступени когда человек приобретает доброе доброе имя он постигает становится на уровень с первым человеком адам первый человек так вот в медраж раба в главе насо говорится что доброе имя на него намекает нам менора храмовый светильник мы знаем что есть сказано в той что есть три корона корона царства корона коинства и есть еще корона торы то есть это означает корона царство это царь и корона коинство это коины и корона торы это мудрецы изучающие тора но говорит что корона доброго имени равна всем им трем что есть тот кто приобрел доброе имя он равен и царю и поину и мудрецу и она выше всех именно так как менора возвышается над всеми вот этими вещами, она как на возвышении в храме, и корона доброго имени возвышается над всем. Корона доброго имени, как говорит Маоралис Праги, принципиально отличается от всех корон. Остальные короны, корона царства, корона коинства, корона Тора, то есть вот эти все вещи, как статус имеется в виду, они ощутимы человеком. Эти вещи человек может пощупать. Это власть, это почет, это еще какие-то знания. То есть это то, что может ощутить человек. Но корона доброго имени, она не ощущается своим обладателем. Имеется в виду следующее, что обладателя трех корон можно легко опознать, но человек, который имеет доброе имя, его сложно довольно-таки опознать. Так вот, теперь важный вопрос хочу сделать, значит, хочу завершить урок освещением как раз-таки одного интересного вопроса. Есть имя, как сказали, позитивное, есть имя негативное. Так мы выяснили, что есть позитивные имена, которые просто имеют позитивное значение. Это вот, например, Беньямин, сын правой стороны. И негативное это Бенуни, это сын скорби. Это понятно. Но есть имена, которые позитивные и негативные в силу того, что я сказал о добром имени. Есть имя абсолютно нейтральное. Человек могут, например, звать Моше, так же его, предположим, зовут. Но этот Моше, не дай бог, он был вор. Так вот, из-за того, что он был вор, то нехорошо называть в честь какого-то родственника, которого звали Моше, который был, не дай бог, вор. Или наоборот, если был какой-то человек Моше, и он обладал действительно добрым именем, то есть, когда его имя говорят среди людей, его вспоминают только добром, и говорят о нем только добрые слова, то такого человека это доброе имя. И в честь такого человека предпочтительнее называть, давать имя ребенку. На этом мы заканчиваем третий урок. И я вас жду обязательно на четвертом уроке, который будет посвящен правилам изменения имени. И вообще, можно ли изменить имя. До свидания.